Представляю вам бойца в сниму в клетке. Ему 25 лет. Рост 168 сантиметров. Вес 67,8 килограмма. Его стиль – самбо. За плечами две победы. Представляющий клуб Аделет из Кыргызстана – Расул Тизикбайе. Его соперник в красном углу. Ему 21 год. Рост 171 сантиметр. Вес 66,7 килограмма. Его стиль – вольная борьба. За плечами две профессиональные победы. Представляющий клуб Ахмат из Чеченской Республики. Россия – Мансур Джамбурае. Бойцы на центр. Еще раз слушаем внимательно. Работаем. Два раунда по пять минут. Не меняется у нас реэфери. Головой бить нельзя. По затылку позвоночнику бить нельзя. Вот мы видим показатели. Бой бойцов. Фактически все одинаково. Вот, как киргизский боец немножко поставь. Сетку, шорты, перчатки не хватает. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Думаю, будет очень интересный бой. Ну, равный, я так думаю, Вася научи поначалу точно. А вот дальше у кого действительно будет сил поболее. Лучше подготовлен к данному бою. Ну, и опять же, посмотрим, насколько действительно тактически будет подготовлен боец клуба Ахмат. Потому что две хорошие, четкие, тактические победы на классе, да? Да. Если можно так сказать, мы уже видели. Хотелось бы еще одну такую победу увидеть. Может быть, так сказать, недосрочную. Может быть, по итогам двух раундов. Но когда вот заканчивается бой, и ты понимаешь, вариантов у судей нет в определении победителя. Ну, пока разведочка. Да, сейчас пока мы видим удары вот ногами, щупают пока спортсмены друг к другу. Да, ну, оба такие действительно хорошо сложенные. А что будет дальше, посмотрим. Сейчас пока идут такие одиночные удары, обмен такой. Вот уж действительно разведка, дескать. А на этот удар как-то среагируешь, и на этот. Как тебе лоу-кик? Я думаю, сейчас мы увидим первую атаку хорошую. Ахмед, а вот в этом случае, да, вот кто должен прервать вот эту череду обмена ударами? Более уверенный в себе боец? Да, более уверенный и тот, кто вот сейчас пытается, каждый из них пытается навязать свою манеру боя. Вот у кого это получится вот навязать вот, он уже начинает вот работать и раскрывается. Вот сейчас вот пойдет. Ну, пока две минуты у нас прошло в разведке. Проходов в ноги не было. В Патра, судя по всему, никто особо пока не жаждет. Я думаю, сейчас поле ближе к концу. В любом случае постараются перевести в тэкдаун. Сейчас они пока так работают. Зеленочными ударами. Вот и первый тэкдаун. Ну и вроде бы сверху боец из Киргизии, да, но что касается Чеченского, бойца он очень активен. Сейчас кирвицкий боец пытался перевести, перейти в боковую позицию, где практически легче бывает проводить добивание. Но наш затащил его. Затащил и сейчас пытается выйти на рычаг локтя. Да, но безуспешно. Такой велосипедик в исполнении чеченского бойца. Сейчас он просто защищается ногами и киргизский боец пытается сейчас сократить дистанцию. Против этой защиты, что делать? Да, ну все-таки поднял рефери чеченского бойца, сносило октагона, поехали дальше, поехали в стойке. Да, он продолжает в стойке. Ну это потому что там пассивная такая работа была, действий не предпринимал киргизский боец и рефери вмешался, поднял их в стойку. Ну активная оборона была у Джамбураева, поэтому ну как? Там уже должен был работать киргизский боец. Должен был сократить дистанцию, попытаться уже провести атаку. Или этот самый зрелищный удар в полете такой. Да. Ну вот, проход в ноги, очередной клинч. Опа! Хорошо сейчас попал коленом Джамбураев. Вот. В плане борьбы, опа, еще один боковой слева. Хорошо сейчас. Концовки первого раунда. Молодец, сейчас хорошо начал работать Джамбураев Мансур. Опа! Вот сейчас правильно действует Джамбураев, что ну не бросается добивать? Ну, конечно, там такого не было, что было. Но хотя можно было бы пока вот после первого удара, как соперника начинается закрываться, можно провести какую-то серию атак. Вот. Это концовка. Да. Ну, будем надеяться, что серию атак в исполнении Мансура Джамбураева мы увидим во втором раунде. Что здесь у нас получилось? Ну, вот два очень неплохих удара Мансура в концовке раунда. Ну, а до этого достаточно ровненько было, да? Ну, такой ровный бой от этого раунда, я бы сказал, он был такой ровный такой. Явного преимущества не было ни с той, ни с другой стороны. Ну, если разведка у нас длилась фактически две с половиной минуты. Пол раунда. А вот теперь будем смотреть, кто вот во втором раунде будет легче дышать. Ну, вот. Нет, видно, что Джамбураев дышит нормально. Это даже по лицу видно, когда человек либо он устал, либо он еще в нормальном таком положении, состоянии. Не знаю, вот насчет кыргизского бойца. Она мне еще не показали. Поэтому... Ну, я думаю, сейчас во втором раунде мы это выясним. Буквально, я думаю, через минуту будет ясно, у кого есть силы, у кого они. Может быть, ну, не то чтобы на исходе, но не так уж много осталось. Ага, водичку там разлили. Приходится рефери выполнять роль уборщика, но ничего бывает. Второй раунд. Я думаю, сейчас Мансур активизируется. Начнет больше сейчас проводить атаку. Сейчас нужно доминировать в этом раунде в любом случае. Я думаю, что первый бой такой... Довольно такой... Равный бой. Ну, первый удар, тем не менее, нанес представитель Кыргызстана. Здесь неплохо ответил... Чембураев. Ну, удар в защиту Расула Тезигбаева. И... Второй раунд у нас начинается, ну, если не с разведки, но так достаточно осторожненько. Поняли, парни, что, в общем-то, никто из них просто так не сдастся. Поэтому надо обыгрывать с помощью некой тактики. Вот есть она у кого-нибудь? Ну, то, что есть, я в этом не сомневаюсь. Вот насколько точно будет выполнять наставления тренеров, и Расул Тезигбаев, и Мансур Джамбураев. Это мы посмотрим пока. Опа, сейчас неплохо сейчас контрил Тезигбаев. Но все равно... А Джамбураев хорошо перевел сейчас в тейкдаун. Я думаю, сейчас вот просто сейчас нужно удержать в этой позиции и провести добивание. Вон какие персональные болельщики, да, у Мансура Джамбураева скандирует Мансур, Мансур. Там секундант что-то подсказывает киргизскому бойцу. Почему? Киргизские бойцы сейчас неплохо защищаются. Постоянно двигаются внизу. Это, извините, практически на половине второго раунда. Значит, силы есть у бойца из Киргизстана. Он пытался себя научить для того, чтобы защищаться. Ну, Джамбураев не дает возможности. Что-либо активное сделать? Только защита, только защита. Сейчас он пытается взять руку, провести вот рычаг, но Джамбураев не дает возможности вот этими своими тяжелыми ударами, как говорится, забивает своего соперника, тем самым прорывать любую атаку. Да там атак-то нет. Ну, задумки, можно сказать, задумки. Да, попытки. Вот-вот сейчас пытается, видите, обратно взять на треугольник. Ну что, встал. Очень грамотно сейчас отработал, скажем, киргизский вес, но Мансур за счет своей гибкости вышел из этой непростой ситуации. А что касается Расула Тизикбаева, я сейчас посмотрел, он говорит реферю в самом начале боя, за шорты не хватать. Схватил сейчас он Мансура за шорты, это помогло ему встать, но, в общем-то, ненадолго. Сейчас преимущество на стороне Джамбураева. Этот раунд он явно сейчас ведет. А раунд, в общем-то, у нас практически заканчивается. Одна минута ровно у нас остается, уже меньше одной минуты. И будем смотреть, какие шансы есть у бойца из Кыргызстана. Я думаю, что шансов практически Джамбураев у меня оставляет. Ахмед Бачаев, как большой профессионал, конечно же прав. Вот очень много теряет сил сейчас Расул Тизикбаев вот в этом положении. И уже ни на какие действительно атакующие действия он, ну чисто физически, судя по всему, уже не способен. Чисто физически потом еще вот эти тяжелые удары, которые наносит Джамбураев, они очень ощутимые. Тяжело вот приходится Расулу сейчас вот защищаться даже в этом положении. Не то, чтобы атаковать попытки делать какие-то, но и защищаться. Ну что, Ахмед, можем мы сказать, что действительно тактически очень грамотно провел второй раунд Мансур Джамбураев? Да, я скажу, что вот подряд два бойца, как и Шамиль, так и Мансур, только во втором раунде активизировались. И у каждого из них второй раунд был очень тактически грамотно построен. И что Шамиль, да, что Мансур, они действительно вымотали своих соперников. Да. О, вот посмотрите, Расул Тазигабая. И посмотрите, ну вы видели, да, только что у чеченского бойца вполне спокойно ждет решение судей. А вот этот парень, конечно, вымотался. Все, вот я думаю, что даже единогласно будут отдавать. Не думаю, да. Да, первый раунд он был такой, более такой равным, я так считаю. Но судьям лучше знать. Ну, мы тоже, в общем-то... Молодец, хорошо отработал Мансур. Поздравляем его с очередной победой. Аплодисменты его сопернику. Она у него уже третья. Все, кто имел дуэт в отруне...